Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, городской округ Люберцы. Мы следим за всеми событиями, которые происходят внутри его, вокруг него. Ну и, конечно же, внимательно готовимся все вместе к Великой Дате, которую будем отмечать совсем скоро, в мае 2020 года. Не только мы, но и весь мир. И сегодня о 75-летии Великой Победы мы говорим с директором кадетской школы, депутатом Совета депутатов городского округа Люберцы Натальей Геннадьевной-Скисовой, а также кадетами-юноармейцами, ученица 11-го К-класса Маргарита Соколова и ученик 9-го К-класса Арсений Скисов. Здравствуйте всем! Здравствуйте! Давайте начнем, наверное, сразу же, если позволите, с вашего руководителя, потому что, Наталья Геннадьевна, скажите, вот сейчас много разных школ с углубленным изучением такого-то языка, еще что-то и так далее. А почему именно кадетская, кадеты-юноармейцы? Что это такое за словосочетание? Ну, с 2004 года наша школа получила статус кадетская. В нашей школе есть общеобразовательные классы и есть кадетские классы. В чем разница? Общеобразовательные работают по общеобразовательным программам, а кадетские, помимо получения образования, еще во второй половине дня получают дополнительное образование, которое включает в себя целую систему из различных предметов. То есть это как бы какие-то другие предметы или углубленные? Это строевая подготовка, бассейн. Вот бассейн мне нравится, строевая, я бы, конечно, не очень радовался бы этому, честно. Им нравится, да? Нравится, да? Так они вам сейчас и скажут. Так, бассейн, строевая, что еще? Рукопашный бой. Рукопашный бой, это полезно. Фехтование, обучение игре на гитаре, хоровое пение, больные танцы. Прекрасно. Вот за исключением строевую... А зачем строевая подготовка, скажите, пожалуйста? Ну... Переубедите меня. Это, ну, во-первых, кадетский класс, он не может быть без строевой подготовки. Это необходимо, потому что наши ребята, они участники и парадов, и различных мероприятий, и стоят на вахтах памяти. То есть уже профессиональная, я бы так сказала, история. Да, да. Вот. И вообще это дисциплинирует. Это все-таки развитие мышления, потому что нужно понимать, нужно запоминать ряд... Движений, специальных, да. Я помню, сам в параде когда-то участвовал у себя там, где служил. Вот. И это была муштра, конечно, но, тем не менее, есть этим, наверное, заниматься профессионально. И сразу же тогда вопрос. Раз это дополнительное образование, это ведь какие-то специальные должны быть преподаватели, которые этим занимаются и умеют это делать? Конечно, конечно. У нас есть педагоги дополнительного образования. Где вы их нашли и отбирали? Ну, отбирать не отбирали. Люди пришли, люди живут вместе с нами этим кадетством, потому что по-другому у нас нельзя. Это другой образ жизни. И они профессионал своего дела. И да с каких дети, получается, еще находятся в школе? По-разному бывает. Бывает и до шести, бывает и до семья. В период подготовки к каким-то мероприятиям или к выездам, к соревнованиям, и до девяти, бывает, сидят, занимаются. Ну, то есть, я помню, в наше время было такое понятие «продленка», «группа продленного дня». Сейчас тоже есть это. То есть, ну, это для общерозавательного. А вы не просто «продленный день», а «продленный день с умом», я бы так сказал. Хорошо. Пусть меня простит Арсений, все-таки Маргарита постарше уже. Мне сказали, что у вас какая-то сейчас такая интересная должность. Хозяйка школы. Хозяйка школы. Это что такое? Хозяйка школы. Ну, это большая ответственность, потому что я являюсь примером для младших классов, наставляю, активное участие принимаю в жизни школы. Вы как мини-директор, что ли, школы? Почетное звание, да? Да. Только в кадетских классах. В кадетских. Хозяйка школы для кадетских классов, я понимаю, да? Для своих, я понял. А как этого добиваются? Лучше всех строевой подготовкой занимаетесь? В том числе. В том числе. Это активная общественная жизнь, это хорошая учеба. На гитаре играете уже? Да. Так. Все, что перечислила Наталья Геннадьевна, это фехтование, гитара. Ну, то есть вы, как говорили в наше военное время, я имею в виду, когда я служил, отличник боевой и какой-то там подготовки, правильно? Надо развиваться во всех направлениях, да. Понятно. У меня один только вопрос, прежде чем мы к Арсению перейдем. Скажите, пожалуйста, ну, когда парень кадет, это я как-то понимаю, а вот девочка кадет, мне как-то сложно это понять. Переубедите меня. Ну, почему? Это, я считаю, это очень достойно, потому что, ну, различать мальчики и девочки по гендеру, это неправильно. Это уже неправильно, несовременно. Да, это несовременно. Тем более, что некоторые девочки могут фору мальчикам-то дать. Правда, что? Даже в подтягивании, да, я знаю. Это сильно влияет на воспитание. То есть дисциплинированным, люди становятся просто дисциплинированнее, легче становится жизнь именно как по уставу, как говорят. А как же лирика, романтизм, девичьи слезы, я не знаю, там еще что, балы. Одно другому не мешает. Не мешает. Это обязательно. Обязательно, да? То есть чуть-чуть дисциплина, но можно и потом расслабиться. Я понял вас. Хорошо. Молодец. Мне нравится, как она отвечает. Прям супер. Это Маргарита Соколова, ученица 11-го класса, теперь ученик 9-го класса Арсений. Арсений, ну у вас, наверное, я так понимаю, родители на путь истинный настали. Вы-то, наверное, отбивались, говорили, не хочу я в эту кадетскую школу, да? А пришлось? Ну, не, я сразу хотел, потому что, когда я еще учился в садике, у меня мама там работала. В начальной школе. Подсмотрел. Да, подсмотрел. И сестра у меня обучалась тоже в кадетской школе, и я на нее смотрел, хотел быть как она, она для меня была примером. Поэтому я сразу хотел с раннего возраста в кадет. А вот скажите, вот на вашем уровне, да, на уровне учеников, правда, сильно отличаются от обычной школы? Вот ребята там закончили, ну, кто-то там в продленке остался, кого-то там кто-то ушел домой, или кого-то родители забрали. А вы-то продолжаете в школе учиться, то есть, да, ну, другие предметы, но тем не менее, что там интересует? По-другому преподают как-то? Ну, преподают просто другие предметы. Это очень интересно, то есть, там, гитара, фехтование, это все различные направления, это развитие, вот, и... Ну, вы не устаете, вот, элементарный вопрос. Мне кажется, что и с утра до вечера, вот, говорите, да, до 9 часов-то. Когда как, на самом деле, но в большинстве случаев не устаю, потому что мне это интересно. Интересно, да? То есть, вы приходите домой, и у вас настроение хорошее. Кстати, а когда уроки вы успеваете делать? В свободное время. В свободное время. Уроки-то никто не отменял. Хорошо. И спрос еще больше, между прочим. Я понял, да, тем более, да. Хорошо, Наталья Геннадьевна, теперь поговорим о теме... Мы обязательно еще к 75-летию победы, конечно же, перейдем. Я все-таки хотел, вот, с точки зрения образовательного процесса. Сегодня все сетуют по поводу того, что, вот, там, ЕГЭ, с ВУЗами сейчас идут, ну, хотят посмотреть много ВУЗов, может от кого-то чего-то отказаться и так далее. Вот ваши ребята, которых вы готовите, да, как кадетов, юно-армейцев, вы их как-то натаскиваете на будущие ВУЗы? Или как-то по-другому работа строится? Потому что, насколько я понимаю, все-таки, наверное, многие из них могут пойти, там, военные училища, какие-то серьезные ВУЗы, связанные, опять же, с военной, может быть, тематикой. Это так? Мне не очень нравится слово «натаскивание». Ну, мы журналисты пользуемся всякими словами. Но дело в том, что на протяжении 10 лет наша школа очень тесно сотрудничала с Академией Жуковского. Было такое сетевое взаимодействие. Наши ребята один раз в неделю уезжали и прям получали образование по определенным предметам. Там информатика, физика была непосредственно на территории Академии. Но, к сожалению, когда Академия была переведена, переименована и переведена в Воронеж, но это сотрудничество, оно уже, конечно, сошло на нет. Мы все равно пытаемся найти новые пути сотрудничества. И сотрудничаем мы с МАИ сотрудничаем. То есть наши ребята, в принципе, сейчас могут поступать в любые ВУЗы. То есть если он в кадетском классе, это не значит, что он 100% станет военным. Но в любом случае вот этот опыт, вот эта практика, вот эта кадетская жизнь, мы еще говорим таким красивым словом кадетское братство, оно дает очень хорошие плоды. Потому что ребята, которые в армии оказываются, мы всегда практически получаем слова благодарности от руководства за подготовность наших ребят. Они становятся сразу командирами. Если ребята даже в военном училище, то же самое. То есть они уже, в принципе, готовые такие курсанты у нас. Ну, то есть тут возникает такое, опять же, журналистское словечко, которое проскакивает, да? Некое такое элитное подразделение в школе, да, получается, кадетские классы. Ну, мне бы не хотелось так говорить, потому что все-таки изначально кадетство было задумано для того, чтобы в 90-е годы, да, в 94-м году открылась наша школа, чтобы забрать детей с улицы. Тяжелые времена. Да. Их нужно было чем-то занимать. А так как наша школа находится на территории гарнизона, это бывший закрытый гарнизон, военные в основном были, то есть наш директор мудрый, первый, Завьяла Валентина Ивановна, она поняла, что дети военных, им необходимо заниматься вот в этом тоже направлении, и родители это поддерживали. Более того, на первых годах это все было платно, то есть на средства родителей. Это сейчас, благодаря администрации, Совет депутатов Люберецкого округа, ребята получают бесплатно вот это дополнительное образование. Да, это был мой очередной вопрос. Да. Вот, поэтому... То есть заинтересованность есть в этом? Да. А вот скажите, существует же какая-то программа, да, по которой работают? Она кем-то утверждена? Потому что я немножко, так сказать, к тому, что насколько это влияет на ребенка, потому что все-таки время много, занятия уходят. Конечно, утверждена, мы лицензированы, мы имеем лицензию как кадетская школа. Мы без номера, раньше мы были школой номер 45, сейчас мы кадетская, вот с 2004 года кадетская школа. Вот даже на погонах у ребят кэш. Да, кэш. Кэш, да. Вот, да, теперь можно еще пару вопросов детям, да, или как, или кадетам уже, кадетам-юноармейцам. А почему кадет-юноармейцам? Что это такое за словосочетание? Задаю я вопрос Маргарите Соколовой. Кадет. Я являюсь кадетом. Так. Звание присвоила школа. Да. Юноармеец. Это я вступила в юноармию. Юноармию? Да. Нашли были представители юноармии? Да. Кстати, недавно было посвящение в юноармию на территории нашей школы. То есть у вас и берет теперь есть еще красный. Да. Ну, почти красный, по-моему, такой. Красный. И получается, мы еще и в организации юноармии находимся. Слушайте, когда же вы успеваете? Я не представляю. Еще и хозяйка школы. И жалко то, что 24 часа в сутках. Жалко. А, вот это хорошо. Если это так, может быть, вы еще у нас будете в правительстве потом работать? Нет. Такие люди там нужны. Это здорово. Почему, если у человека есть такая... Ну, на все хватает. Арсений, скажите, пожалуйста, а вот если все-таки поговорить о будущем? Вот на сегодняшний день вы же там общаетесь друг с другом. Ну, по-разному ребята хотят дальше продолжать учебу, да? В разные вузы хотят идти? Да. Многие хотят действительно пойти в армию, продолжить... Ну, военное училище или что-то связанное с этим. Да, связанное с кадетством. Это им помогает. Ну, некоторые хотят на какие-то обычные профессии, в которые сейчас многие поступают. Вот. Всех по-разному. Понятно. Скажите, а это я уже на это оригинальную спрашиваю, а вот что получает выпускник школы? Да, вот 11-й КАЭ, это же последний уже? Да. Скоро будете плакать на линейке, да? Да. Вот. Что получает дополнительно к диплом... К аттестату. К аттестату, да, об окончании? Ну, во-первых, в аттестате у нас обязательно в разделе «Дополнительные предметы» прописано все, что они прошли. И есть у нас в мае как раз это один из таких замечательных традиций в нашей школе, когда в канун 9 мая мы проводим грандиозное мероприятие, которое называется «Стафет поколений». Состоит из двух частей. Первая часть – это прощание с кадетской семьёй, когда мы выпускаем из кадетского братства наших одиннадцатиклассников. Действительно, и плачем, и каждый раз прощание с кадетскими, с одиннадцатиклассниками, это, знаете, кусочек сердца и души уходят вместе с ними, думаешь, ну как без них дальше жить. Но приходят на смену новые, и тоже достойные ребята хорошие. А вторая часть – это непосредственно День Победы мы отмечаем. У нас всегда много ветеранов. Мы выходим обязательно на нашу Аллею Славы. Ну вот мы сейчас подробно во второй части нам всё расскажете. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего вернёмся и продолжим разговор уже о том, как кадеты вместе с руководителями будут готовиться, и как уже начинают отмечать, 75-летие Великой Победы. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Напомню, что в гостях у нас сегодня директор кадетской школы, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Наталья Геннадьевна Скисова и кадеты-юноармейцы, ученицы 11-го К-класса Маргарита Соколова и ученик 9-го К-класса Арсений Скисов. Ну, а теперь давайте поговорим с вами, как идёт подготовка к 70-летию Победы. Сначала к 75-летию Победы. Слово предоставляется Наталье Геннадьевне. Вы знаете, наверное, наша школа отличается от многих тем, что про военно-патриотическое воспитание мы вспоминаем не только накануне каких-то великих событий и праздников, а у нас это круглый год. Постоянно. Мы очень тесно сотрудничаем со всем ветеранским организациям. Это и Совет ветеранов гарнизона, и Совет ветеранов городского округа Люберца во главе с генералом Ореховым Юрием Александровичем. Это общественные организации непокорённые малолетние узники фашистских концлагерей. Это общественные организации Дети войны, память. То есть эти люди, они частые гости, они, во-первых, всегда присутствуют у нас на всех мероприятиях, которые проводятся в школе, и они частые гости у нас на уроках, на занятиях, проводят уроки мужества, проводят встречи, помогают готовить с ребятами различные проекты исторические. То есть у нас эта работа, она... Ну, я так понимаю, что для того, чтобы у детей же есть ещё такой принцип, что что-то может надоесть, поэтому тут надо всё время придумать новые форматы, новые способы, новые темы, то есть по-разному вот это всё предлагать. И я так понимаю, что несмотря на то, что, как мы выяснили, кадетами становятся с пятого класса, но они вполне могут прийти и в первый класс, и во второй, то есть везде, по всей школе, да. И вообще образовательные классы, не только в кадетских. У меня вот такой вопрос. Маргарита, а вот что для вас 75-летие Победы? Я сейчас поясню, почему я его вам задаю. Потому что вот мы с Натальей Геннадьевной, да, всё-таки как-то ещё очень хорошо помним и реально общались с людьми, которые были вполне себе ещё молоды, да, как ветераны Великой Отечественной войны, то есть люди, которые на себе вынесли всё это горе. Но вот ваше поколение, да, поколение, которое идёт за вами, для них это уже чаще, к сожалению, ветераны уходят, покидают нас. Вот насколько всё-таки боль сохраняется? Вы ощущаете, что какая-то ответственность перед вами стоит в эти дни? Конечно. Важно сохранять именно связь поколений, я считаю. Ну, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне – это не только для нашей страны, это для всего мира значимая дата. Вот. И в нашей школе военно-патриотическое воспитание проводится так сильно, усиленно. И ветераны всегда самые почётные и желаемые гости в нашей школе. И из-за того, что часто проводятся мероприятия, ребята, которые приходят, они видят. Именно важно понимать, разговаривать с ветеранами. То есть они узнают реальные истории тех лет, всё как происходило. Не просто, да, как по книжке написано. И истории, которые ветераны рассказывают. А какие-то проекты вы делаете? Я имею в виду, помимо вот кто-то выступает перед вами, да? Какие-то программы? Да, готовим проекты, доклады, конечно. Ходим по начальной школе, рассказываем о героях Великой Отечественной войны. Вот. Открытые уроки также проводятся. Да, сейчас очень много разных способов. Я прекрасно понимаю, что молодёжь уже сегодня вполне может сама что-то снимать на те же гаджеты, да? Что-то монтировать. То есть и аудиоверсии делать, и видео версии делать, да? Фотографические какие-то работы. Вот, Арсений, а как вы персонально готовитесь к этому празднику? Есть у вас, например, в кадетской школе какие-то персональные задания, да? Кто чем занимается? Ну, персональные нет. Мы в большинстве с вами готовимся всегда вместе. Командой. Да, командой. Мы всегда помогаем ветеранам, ходим к ним домой, поздравляем с праздниками, там, с днём рождения. А, не только, то есть в самые разные первые? Да, 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 с разными праздниками. Также помогаем им в быту. Наша школа достойна стоять в почётном карауле у поста номер один. Мы очень этим гордимся. Также на школе есть музей, который называется «Сына Отечества». В нём есть экспозиция, посвящённая авиации, так как мы находимся на территории бывшего аэродрома. Также у нас есть аллея славы. Там наши ученики вместе с педагогами и ветеранами сажают деревья. Мы за ними ухаживаем. Именные деревья. Да, именно деревья, да, в честь ветеранов. Мы за ними ухаживаем, постоянно следим, чтобы всё было хорошо, красиво. Наталья Геннадьевна, вот сейчас я узнал, да, что, не знаю, как правильно это сформулировать, может быть, вы поправите меня, по поводу права принимать участие в почётном карауле. А как это право получается и почему именно вы его получили? Что это такое? Вот что это? Почему, конечно, я вспоминаю наше время. Я тоже стоял в пионерском, правда, по-моему, почётном карауле. Я помню, нас к этому очень долго готовили. Во-первых, нужно было пройти вот не просто отбор, да, ты должен был это заслужить, право какое-то. Потом нас к этому готовили. И я помню, что это, конечно, для меня была какая-то совершенно невероятная акция, потому что ты вот стоишь, и тебе не шелохнуться ничего, и вокруг все ходят. И это, конечно, такие впечатления. Поэтому я сейчас всегда смотрю на взрослый караул, всегда смотрю, всё ли там нормально, да. Вот как это право вы заслужили, что это такое? Ну, я думаю, прежде всего тем, что мы единственная школа кадетская на территории не только городского округа Люберса, в принципе, Подмосковья. Поэтому нас всегда приглашают. И действительно, ребята уже доказали на практике, что они достойны стоять, они справляются с этой сложной задачей. Вы правы, что мы тоже всегда, кто бы не сопровождал детей, смотрим на лица. У нас даже был случай, правда, на уровне школы, когда кадет-старшеклассник не справился с волнением. Поплыл немножко. Поплыл, но знамя не выпустил. То есть вот настолько они ответственно к этому относятся, несмотря на то, что, в общем-то, они ещё дети. А тем более, что сейчас будет масса всяких мероприятий, это просто расписано. Я уверен, что у вас уже там, наверное, целый план действий. Конечно. Вот тут ещё такой вопрос. И фактически, исходя из нашего всего разговора, это ребята, которые, ну, какой-то такой актив, да, как есть такое слово. Насколько можно привлечь, на мой взгляд, военно-патриотическое испытание – это не только, когда мы внутри, да, вот своей команды. Когда хочется привлечь ещё других ребят с других улиц, с других школ, с других, я не знаю, спортивных секций и так далее. Потому что дело-то общее. Вот есть такое межшкольное какое-то общение с другими ребятами? Обязательно. Во-первых, мы проводим различные мероприятия совместно с другими школами. Более того, вот новое, ну, относительно новое движение юноармейцев, оно помогло нам. В каком плане? То есть вот до определённого времени мы были единственные, и мы могли сотрудничать только с такими же кадетами из других регионов, да, там, или из других округов городских. Вот. А сейчас нам немножко проще, потому что мы внутри нашего городского округа можем уже и сотрудничать, и соревноваться, и состязаться. Ну, больше людей вовлечено в этот процесс, да. Именно вот на почве, на базе юноармейского движения. Ну, например, вот на базе нашей школы проводятся соревнования, и мы проводили его даже на уровне области, к нам приезжали со всей области, юноармейский стрелок. Ребята показывают себя в различных направлениях. Это и сборка-разборка оружия, это и стрельба, это и стрельба, у нас есть свой тир. Ну, такая озорница практически. Ну, практически, да. Современная озорница, да. Вот. И знаю, что и в 59-й школе проводились недавние мероприятия, 52-я очень активная, 4-я, 41-я. Очень много школ, которые сейчас подключились, и стало нам значительно интереснее, потому что есть... Я понимаю, когда вот кадетская школа, да, или где-то там в других, я не знаю, регионах, может быть, класс какой-то кадетский, да, то есть это целенаправленная, да, такая работа, где ребята, как бы, сами дают некое согласие, или, может быть, сначала не сами, но их вовлекают, и получается процесс, вот. А другое дело, когда, например, кадеты с кадетами начинают, да, соревноваться. Вот есть у вас такие фестивали, вообще сколько кадетских школ в стране, и проходят какие-то соревнования между кадетами? Конечно, конечно. Очень много. И как там название у команды есть какое-то? Извание у команды, и более того, ну, наверное, да, но они любят это очень, потому что у них уже завязаны, завязана дружба даже, можно сказать, да, когда приезжаем в какой-то округ, в другой, они уже друг друга высматривают, бегут, здоровывают, сообщаются в соцсетях. Потому что можешь проводить и по строевой подготовке соревнования, и опять же по всем тем, что... Очень шикарное мероприятие, это, конечно, международный кадетский бал кремлёвский. Международный? Международный. Кремлёвский кадетский бал. А что такое? Уже четыре года вот он проводится, он проводится в гостином дворе. Участвовал кто-то? Да, благотворительный бал. Вот у меня даже медалька. Да, и кто туда приходит? С кадетских школ, с кадетских корпусов ребята приезжают. Благотворительный бал проводится. То есть... Много известных и почётных людей. Да, да, да. Глаза разбегаются, да? Это очень красиво. То есть вот это движение, оно, во-первых, развивает человека как-то, и в какой-то степени, опять же, делаю мостик в прошлое, это попытка найти некую серьёзную современную замену вот молодёжным ученическим движениям прошлого, да? Понятно, где-то есть кадеты, где-то есть и пионеры, кстати, есть до сих пор ещё, да? Не до сих пор ещё, они появились заново. Да, а, заново появились, да. То есть появятся, наверное, какие-то другие организации. Вот, Наталья Геннадьевич, что сегодня не хватает? Я знаю, что вы депутат, и как депутат вы не только исполняете желания, наказы, пожелания избирателей, но вы наверняка знаете, что нужно вашей кадетской школе. Вот чего не хватает? Чего, может быть, поменять надо? Ещё одну школу открыть? Желаний, да, столько желаний. Ну, во-первых, понимаете, мы востребованы в округе. Очень многие родители пытаются попасть в нашу школу. Но мы единственное, это возвращаясь к тому вопросу, вы сказали, почему не вся кадетская. Мы единственная вот на своей территории школа, поэтому мы не имеем права. Не все же хотят быть кадетами. Поэтому здесь мы не можем полностью закрыться на кадетстве. Вот. И школа действительно востребована. И нам, конечно, очень тесно. Но сейчас, благодаря поддержке и губернатора, и нашей администрации, Владимир Петрович Ружицкого, у нас строится пристройка на 200 человек на территории школы. Причём у нас будет шикарная полоса препятствий по проекту. У нас будет замечательный стадион с площадками. Я прям чувствую, как я молодею. Я даже готов уже строевой заниматься. На гитаре играть умею. Приходите. У меня такой вопрос. Получается, что Маргарита через какое-то время может прекрасно вам помочь уже в качестве преподавателя, когда подрастёт. Нет? Может, если возникнет желание. Если пойду в педагогический. А есть такие мысли? Нет. Пока нет. Нет, но если вы хорошо будете специалистом в своей профессии, вы всегда можете прийти как педагог. Встреча выпускников. Я думаю, это хорошее мероприятие. И всегда навещать, приходить в школу. Встреча выпускников – замечательное мероприятие. Ну, а я хочу поблагодарить участников нашего сегодняшнего такой интересной встречи, на мой взгляд. Это директор кадетской школы, депутат Совета депутатов городского округа Люберца Наталья Геннадьевна Скисова. И два кадета и юноармейцы. Это ученицы 11-го К-класса Маргарита Соколова и ученик 9-го К-класса Арсений Скисов. Я вам желаю продолжать в том же духе, получать от этого удовольствие. Вам спасибо за то, что вы занимаетесь этим довольно сложным. Я прекрасно понимаю, сколько там сложностей, тонкостей. Но мне кажется, что когда учениц 11-го К-класса уже ждет встречи выпускников, это о многом говорит. Спасибо вам огромное. Меня зовут Николай Пивненко. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова